Украину на этой неделе потрясла новость, как из прошлого, если даже не из позапрошлого века. На стройке погиб рабочий подросток. Полиция уже отчиталась, задержали двоих виновников трагедии. Взрослых, которые отвечали за охрану труда на этом конкретном объекте. Но сколько еще по всей стране вот таких же строек, на которых дети выполняют самую черную работу, как в старые времена. О бирже детского труда. Любовь кукла. На него упала огромнейшая плита, а его несколько часов доставали. Трагедия случилась накануне. Здесь, на стройплощадке в Киеве, погиб 17-летний Дима Шупик. Парень устроился сюда разнорабочим. Детей спустили в котлован, где были плиты, они были не защищены железом, собственно, и произошел обвал. Он погиб на месте. Из-под завалов парня доставали несколько часов. Но смертей могло быть больше. Работать на эту стройку устроились почти все мальчики из класса Димы. Ребята хотели заработать денег на поездку во Львов. Работали, пока в школе был карантин. Да, я работал в воскресенье за день до случившегося. Вместе с ним и с остальными ребятами. Просто мы хотели вырасти. Хотели располагать какими-то своими деньгами. Платили мальчишкам по-детски 300 гривен в день. А вот работать приходилось по-взрослому. Мы делали пару работ, которыми должны заниматься мастера. Мы работали с достаточно тяжелыми для освоения инструментами. То есть мы не просто работали по формуле «падай-принеси». Мы работали с отбойными молотками, с болгарками, с чем угодно. Проще говоря, ребят просто использовали как дешевую рабочую силу. И использовали незаконно. Не имели права этого парня допускать до этой работы. Не имели, потому что на таких потенциально опасных объектах несовершеннолетним не место. Забороняется в всех случаях использование неповнолетних работ, то есть до 18 лет, на работах в тяжких условиях, шкодливыми условиями работа, в ночный период, в святковые дни. Но кто спрашивать будет? Ведь такие стройки никто не контролирует. В стране моратории на проверки. А значит эпидемия безответственности. Кто ответит за смерть Димы, решит следствие. После гибели сразу задержали нескольких человек. Бригадира и прораба. Застройщик связался с родителями погибшего парня. Обещал дать денег. Оценил жизнь в 30 тысяч гривен. Сейчас на связь не выходит. Это та самая стройка, где случилась трагедия. Таких по Украине сотни. И сколько подростков работают на подобных объектах, неизвестно. Ведь нанимают их без каких-либо документов. Как легко устроиться на опасный объект подростку, мы решили проверить лично. Проведем эксперимент. Это Артем Степура. Наш герой еще школьник. Попытаемся устроить его на работу. Звоним по объявлению, где требуются разнорабочие и строители. Алло. Алло, здравствуйте. А я вам звоню по объявлению. Да, слушаю. А у вас есть вакансии на разнорабочего? Да, есть. Дело в том, что у меня нет 18-ти. Это ничего, ради бога. Ух, 15-ти. Лишь бы работал. Все, как мы и предполагали. Но если со стройкой все было предсказуемо, куда серьезнее к нам отнеслись на заводе. Устраиваться туда мы пришли лично. Диалог снимаем на мобильный. Да, собеседник. Здесь все официально. Ждем, пока выпишут пропуск. И вперед попытать удачи. Но на заводе едва узнали, что Артема нет 18-ти. Сразу отказали. Иначе пришлось бы отвечать материальным. Но такие штрафы мало кого пугают. Детская биржа труда в Украине работает очень эффективно. Это Маша Кагал. Она пошла на работу, когда ей было 16. Во время летних каникул устроилась в кафе. Бористой. Условия были совсем не детскими. Я должна была работать с 7 утра до 11 вечера. И это был просто кошмар. И так почти все лето. Зарплата 200 гривен в день. Да и чтобы получить расчет, девочке пришлось вызывать подмогу. Родителей. Я хотела уволиться. Мне сказали, что должна отработать две недели у нас. То есть я не по контракту работала, не по трудовой книжке. Мне надо их отрабатывать на каких-то условиях. Я не знаю. Иначе бы мне не выдали просто зарплату. Такие случаи сплошь и рядом. Ведь детям и платить можно меньше. И обмануть легче. У нас труд начинается детский вообще с 18 лет. В отдельных случаях с 16 лет разрешено заключать контракт. В остальных случаях, это у нас уже говорит часть первая статья 188, о том, что в остальных вариантах, если вы хотите взять на работу ребенка, то это только с согласия родителей. Шоу-бизнес, театр, кино. Очень часто подобные контракты с родителями заключаются именно в этих сферах. Дети могут сниматься в фильмах в любом возрасте, если мама и папа не против. Сами же устраиваться на подработку могут с 14 и с разрешения родителей. Но опять-таки, у нас это никак не контролируется. Мы решили устроить на несложную работу ребенка, которому еще не исполнилось 14. Предположим, раздавать листовки. В интернете огромный выбор. Попробуем позвонить по одному из объявлений. С первыми двумя не получилось. Братья младше 16 лет отказываются. Но на третий раз бинго. Нас берут на работу в 13 лет. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вам можно устроить на работу ребенка промоутером, раздавать листовки? Можно. А не страшно, что ребенку только 13 лет, а не 14? Нет, ничего страшного. Но если вы не имеете еще платить, то, конечно, ничего страшного. На самом же деле страшного много. Сейчас у нас в стране существует целый рынок детского труда за пределами закона. По правилам эксплуататоров. Любовь кукла Сергей Килимник, Елена Дьяченко, Богдан Вербицкий, Инна Томина, Максим Штан и Степан Маслов. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжение следует...